Слипбокс-хотл Командуй, адрес? Что? Виками, хефель Чего? В какой стране, я не понимаю Добрый день! Отлично! Я у себя дома. Ну, рассказывайте про ваши цены У нас капсульный отель. Наши номера стоят от 2600 рублей за двухместный слипбокс Сон с нами на этаже Есть также у нас одноместные слипбоксы с телевизором, более широкой кроватью и тоже сон с нами на этаже Давайте два чизбургера и колу большой, я сучу так Ну, давайте мне семейный номер, я как бы с семьей приехал, она просто гуляет по Тверской, смотрит на достопримечательности Женщина обойдется вам 4900 рублей семейный номер на 4 человека Мне это подходит? К тому же я люблю халявку Ваш номер 415 находится на четвертом этаже, здесь данные по бесплатному Wi-Fi, крючок электронный. Хорошего отдыха! Супер спасибо, если что, вы знаете где меня искать В 415 мое счастливое число О, хеллоу! Как дела? Хорошо Хорошо Ты откуда? Что? Живешь здесь? Что? Да ладно, не прикалывайся Ну ладно, сделай Не понимаю, не понимаю, я не говорю по-русски, я говорю по-русски, я хочу говорить по-русски, но не знаю, не понимаю Мне кажется пародист какой-то, я тоже не говорю по-русски, прикольно шутишь, клево, мне зовут Сережа, тебя как? Да, говорить английский Прикольно, прямо из образа не выходит Где-то я вас видел, в сериале Интерны вы снимались? Что? Ну что ж, мы продолжаем, показываю вам номер семейный, я на ресепшене обманул, что у меня большая семья, но я хотел большой номер и что мне? Ну тут кровать, тут я сегодня ночевал, ночевал один, сегодня мы это исправим я обещаю Прекрасный телевизор, 15 каналов, самых лучших каналов Чай, кофе, вы с женой Запрыгивайте сюда, скидывайте полотенце Легким движением руки открывайте шторки, вот таким вот образом Вечерняя Москва, лучший романтический вечер Кровать на лучших пружинах, можно это посмотреть, можно это показать Прекрасный, путика, можно кидаться в людей На втором этаже у нас детские кровати, то есть номер изначально семейный Там дети удобно поспят, они оттуда не вывалятся Посмотрим уборную Вы знаете, уборную смотреть не будем, что-то я сегодня не то съел утром Чай, кофе предлагал? Предлагал? Ну тогда ладно, все, уходите, все, уходите, все хорошо, все Пошел вон, пошел вон, давай, давай, пока, пока, пока Мы продолжаем вас знакомиться с нашими слипбоксами Нашей новой рудникой разработкой, чем мы безусловно гордимся Итак, друзья, слипбоксы, новая концепция отеля или хостелов Современного образца, как их можно и модно сейчас называть Прямо сейчас можно заметить образец двух местных номеров Который, конечно, отличается комфортом и, в принципе, несмотря на свои скромные размеры Достаточными удобствами Двухместные номера из лучших пород дерева Лучших сортов Такой дорогой все Даже боюсь, что тут даже сломатели Да нет, вроде достаточно крепкая порода дерева Ну, в общем, друзья, удобно Для тех, кто приехал в столицу, негде остановиться Я думаю, слипбокс, вот такой вот скромненький, в принципе, бюджетный вариант Подходит 100% всем нашим иногородним друзьям, всем гостям столицы И даже москвичам, наверное, если станет скучно, как-то дома живется Живется как-то банально дома оставаться спать, можно приехать в слипбокс Очень удобная разработка В каждом номере есть занависточки, есть свет, полочки Все действительно просторно, удобно Расширенные кровати Я валялся на кроватях, действительно не расширенные Чувствуешь себя прекрасно, даже хорошо Ну, что еще вам сказать Слипбокс удобный, интересно, можно такие, наверное, дома себе поставить Прям, мне прям нравится Слипбокс Вот, 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 все, двухместные номера Это удобно, это комфортабельно Да, конечно, может показаться, что слипбокс Все-таки такой скромный, бюджетный вариант Эй-хей! Привет! У нас сегодня в гостях, вернее, мы, наверное, у вас в гостях, да, скорее всего? Главный человек этого прекрасного отеля слипбокс Представьтесь нашим телезрителям Меня зовут Наташа, я управляющая гостиницей слипбокс-отель Итак, друзья, ну я думаю, кто, как не управляющий, сможет рассказать нам про все тонкости, вопросы, нюансы А вашего отеля, в принципе, что нам интересно, какие номера есть у вас? У нас есть четыре категории номеров В основном у нас двухместные слипбоксы Это то, на что мы делаем упор Это самые бюджетные номера По стоимости 1300 рублей с человека Или 2600 рублей, ну, полностью идет слипбокс Подселения, как такого, у нас вообще не бывает То есть вы только со своими друзьями селитесь вместе Еще у нас бывают одноместные слипбоксы Они более комфортабельные Там есть телевизор, пошире кровать И они сами немножко пошире Санузлы для таких номеров находятся на этаже Но это индивидуальные кабиночки, всегда чистые После каждого клиента убираются Никогда у нас нет очередей, потому что их действительно достаточно Также у нас есть стандартные номера двухместные И один семейный номер Я в нем был, кстати, сегодня Прекрасный номер Ну, расскажите вообще, наверное, про идею появления слипбоксов Как-то все получилось, произошло и вышло на наш рынок Ну, сначала мы думали, что мы хотим открыть гостиницу Бюджетного класса в Москве Но мы не хотели делать драный отель Чтобы это был дешевый Как все московские отели Да, мы хотели сделать бюджетный отель, но мы не хотели делать дешевый И долго рассматривали варианты разных дизайнов хостелов Но когда нашли такой вариант, как слипбоксы Это готовая была разработка русских архитекторов Мы сразу же с ними встретились И договорились, что мы делаем заказ 46 слипбоксов Вот, и первую гостиницу такую открыли в Москве Ух ты, прикольно! Планируете расширение даже в Москве Какие-то другие филиалы, гостиницы Или, может быть, собираетесь даже по областям, по другим городам? Да, конечно! Запустить свои слепурученки Мы хотим открыть, естественно, сеть гостиниц таких Хотелось бы около основных транспортных узлов открывать такую гостиницу Также в других городах и в Европе К нам часто поступают разные предложения о сотрудничестве От разных людей, которые и в Питере, и в Самаре Такую гостиницу и на Украине, и в Европе Ну, честно вам скажу, мне очень понравилась Безумно интересная идея Один вопрос, кто занимался дизайном? Потому что все безумно со вкусом Прям я был шокирован, на самом деле Узнав, что все-таки это российские разработки Кто занимался дизайном? Да, ну, смотрите Так же, как и слипбоксы Мы заказали дизайн интерьера этой гостиницы Тоже тому же архитектурному бюро Тем же самым ребятам И долго согласовывали стиль Но так как нам нравится что-то такое в стиле Apple В стиле космического корабля Все-таки решили сделать все белым, черным и минималистичным Ну, у вас получилось прекрасно Я же говорю, что вечером у меня все получится Субтитры сделал DimaTorzok